Особое мнение на 101FM От экстенсивного развития к интенсивному Такое вот название Непростое Вы были у нас перед его проведением У нас в эфире Теперь вот мероприятие прошло Может быть по итогам расскажете нам Может быть пару каких-то выводов услышать Да, Мария Прошла неделя Вроде бы совсем немного Но за это время состоялось Не только наше мероприятие Состоялся урбан форум В Москве состоялся форум сообщества И на самом деле я бы Подвел такой общий итог Сказал бы, что На всех этих мероприятиях Очень много говорилось про Диалог власти и общества Про важность местных сообществ Про то, как психологически Воспринимается деятельность власти Со стороны местных сообществ Про то, что Власть в общем-то не сидит на месте В общем, что-то делается Как это делается Вопрос, как это Скажем так Законодательно все обставляется Как это воплощается В объяснение жителям Что делается власть Вот в этих проблемах Мы, наверное, пытались разбираться Хотя на самом деле Инициативное бюджетирование Вот то, что наш семинар проходил Он показал Очень высокую степень Скажем так Качество диалога Которое выстроено в Кировской области Я не беру город Киров Потому что город Киров Достаточно Своеобразная структура В Кировской области Потому что это Большой полумиллионный город В нем выстроены Свои системы связи Коммуникации Между администрацией города И местными сообществами Но если брать В целом по области Брать города Слободской, Чепецк, Вятские поляны Брать районные центры Небольшие населенные пункты Деревни, села, поселки То я готов сказать И, в общем-то, ответственно Достаточно заявить Что муниципальная власть И рядовые специалисты Главы сельских и городских поселений Они на сегодняшний день Достаточно здраво И качественно выстраивают работу Со своими жителями Не до всех получается Донести ту проблемную информацию Которая существует И, в общем-то, люди Очень часто Они воспринимают Тот позитив Который может звучать Из уст власти Но В целом Люди, которые Авторитетные Люди, которые Грамотные Которые, в общем-то Вслушиваются Вдумываются В слова Представителей Муниципальных Местного самоуправления Муниципалитетов То они понимают Что сегодня Большинство проблем Которые Существуют В нашем Городском хозяйстве В сельском хозяйстве В хозяйстве Муниципальном Они проистекают В очень большой степени Из-за тех правил Которые Установлены на уровне Федерации То есть Когда Полномочия Не обеспечиваются Денежными средствами Когда Требования Которые По вертикали Спускаются И связаны С различной Отчетностью Доставляют людей Больше бумажки писать Нежели Собственно говоря Заниматься Хозяйственными делами Когда Те Реальные возможности Которые Существуют Для улучшения Жизни Инфраструктуры И так далее Очень часто Связаны На сегодняшний день С Как бы Скажем так С самоорганизацией С необходимостью Того Чтобы Что называется Всем миром Встать И что-то Начать делать И только После этого Получается Власть Каким-то Образом Отреагировать Помочь И деньгами И Как бы Отношениям И вниманием И всем остальным Вот к сожалению Вот про эти проблемы Мы Очень много Разговаривали И Очень много Таких Разных выводов И мнений Мы услышали Я хочу сказать Что у нас Кировский семинар Который проходил И действительно Называется От экстенсивного К интенсивному Развитию В сфере Инициативного Бюджетирования Такое сложное название У нас еще такой бренд Был Кировское Измерение Показал Что Вот в сфере Скажем так Человеческого Капитала В сфере Диалога В сфере Искусства Работы С местными Сообществами В Кировской области Накуплен Очень большой Опыт И это Как бы Было Очень заметно Мы Три года С Альянсом Консультантов Участвуем В разных мероприятиях И в Тавропольском Крае И в Красноярском Крае И в Других регионах И должен отметить Что тот семинар Который проходил В Кировской области Он очень Серьезно Отличался От всех остальных Тем что мы Постарались И министерство Социального развития И министерство Финансов В Кировской области Постарались Создать площадки Для диалогов Для дискуссий Для поиска Каких-то новых Форм Для Скажем так Для передачи Тех знаний Которые накоплены И Это удалось Потому что По отзывам Участников Действительно Мы показали Достаточно Большой Широкий Спектр Тех возможностей Которые Многие не думают У нас Десять лет Инициативному Бюджетированию Причем Такому Достаточно Основательному Качественному Которое Президент Российской Федерации Хвалил И похвалил Скажем так Вот А Во многих регионах Этому движению Насчитывается Один Два Три Пять лет И конечно Для них Многие Может быть Такие Вехи Нового развития Они еще Только впереди Ну то есть От Кирова Уже есть Чему Получиться Да И я должен Сказать Еще Конечно То что У нас Это было Организовано И технической Сторон На высоком уровне У нас Были Созданы Специальные Программки Которые Скажем так Обеспечивали Работу То есть Показывали Саму Программу Кто спикеров Кто участники Была возможность Проводить опросы Практически В режиме Реального Времени Это все Создало Такой Антураж Рабочий С желанием Того Чтобы это Повторило Но если Переходить От этой Теме К темам Городских Городским Вы сказали О том Что Нет Может быть Не везде Есть диалог Власти И населения Не всегда Удается Донести Что-то Хочу просто Вам привести Цитату Вице-спикера ОЗС Романа Титова Который Сказал Что Чиновников Ругают Потому что Они меняют Город Ничего Не объясняя Людям Вот Только ли В этом Проблема Ну Это Так Очень Упрощенная Картинка На самом Деле Я считаю Что Чиновников Ругают За то Что Они боятся Людей То есть Они боятся На самом Деле Мы были Во многих Регионах И Основная Проблема Это В том Что Чиновники Скажем Так Зная Всю Кухню Зная То Что Такое 131 Закон Об основах Местного Самоуправления В Российской Федерации Что Такое Бюджетный Кодекс Что Такое 44 Закон Работе С подрядчиками Что Такое Взаимодействие Со Средствами Массовой Информации Со Средствами Массовой Информации Они Все Это Вместе Понимая В себе Считают Что Объясняя Людям Они Не поймут То есть Это требуется Какая-то Квалификация Требуется Очень много Там Знаний Очень много И все равно Нас не поймут Все равно Нас будут ругать И поэтому Зачем Разговаривать Грубо говоря У меня есть Обязанность У меня есть Бюджет У меня есть Планы Я их должен Выполнять Вот в этой Парадигме Живут чиновники И на мой взгляд Это коренная Ошибка Потому что Как сказать Без диалога Не Не получится Скажем так Объяснить Вот тот Труд Который Осуществляется Который Делается А соответственно Не будет Понимания У сообщества То есть Получаются Два параллельных Мира И ведь Если брать На самом-то деле То все эти Правила Выстраивали Для того Чтобы человеку Жилось Немножко лучше Комфортнее Немножко Понятнее Из-за того Что непонятно Возникает Негатив Возможно Даже На хорошие Вещи Ну Скажем так Один раз Поговорив Когда не получилось Достучаться Не получилось Объяснить И причем Чиновники Почему-то считают Что нужно Объяснять всем Ну то есть Как бы Стар Мал Грамотен Неграмотен И они В большинстве Случаев Попадают В ситуацию В которых Язык чиновника Не доходит До рядового Скажем так Обывателя И поэтому Они фокусируются На каких-то Общих стандартных Подходах И Фактически Ну Говорят в пустоту Их не слышат Хотя они Иногда Говорят Ну не иногда А практически всегда Говорят Правильные вещи Но Они Без эмоций Без Скажем так Без Обратной связи Получается Что Это некая Формальность И то есть У нас Получается Что Жители Воспринимают Чиновников Муниципальных Государственных Как некую Людей Как некую Касту Исполняющих Свои обязанности Достаточно формально Я должен сказать Что эта система Отложилась Скажем так Не без Участия Наверное Всех Потому что На самом деле Вроде бы Через систему Запрещений Через систему Регламентации Стандартов Хотела сделать Ну как лучше А в результате Получилась Очень простая вещь Практически Размылась Ответственность То есть У нас Человек Любой чиновник Он ни за что Не отвечает Потому что Нету системы Персональной Ответственности Чиновника За конкретные Действия Конкретные слова Конкретные Скажем так Поступки И Все Все видят И соответственно Получается Ну хорошо Вы там Это сказали Вы это сделали У вас Все равно Чтобы не случилось Получается Что даже Самое-самое Такие Казалось бы Общественно Порисаемое Действие Приводит К тому Что человек Не несет Наказание И Человека Никто С точки Облеченного Властью Никто Никто Не может Поставить На Место Это Мы Видим И в Системе Судов Когда Один Суд Принимает Одно Решение Вроде В пользу Жителей В пользу Граждан России А другой Суд Сверху Начинает Поправлять Нежестоящий Суд По каким-то Формальным Основаниям И Мы приходим К тому Что вообще Не понимаем Как это Вообще Система Судебная Работа На что Она Нацелена И В одном Месте Так В другом Месте Так В третьем Месте Так И Рядовой Гражданин Получается Что не имеет Возможность Никаким Образом На это Воздействовать Кроме Как Открыто Что-то Не Сказать И Сейчас На мой Вгляд Вот Как раз И Это Можно Делать Вообще Везде Но Скажем Так Сегодняшняя Самая Главная Задача Это Не найти Причину Почему Не сделано А сделать Может быть Иногда Вопреки Всему Что Нам Предписывают Надзорные Органы Но Хотя Бы В рамках Здраво Но Заранее Людям Объяснить Что И зачем Будет Делаться С ними Нужно Поговорить Потому Что Люди Они Иногда Высказывают Очень Здравые Вещи И Их Игнорирование Фактически Приводит К тому Что Как Не Объясняешь Что Ты Делаешь Это Для Меня Если Ты Меня Не Слышишь То Насильно Счастливым Человек Не Сделай У нас Сейчас Перерыв Через Полминуты Вернемся В студию Особое Мнение На 101 ФМ Продолжается Программа Особое Мнение У микрофона Сегодня Мария Кожевникова А напротив Меня Руководитель Альянса Консультантов Инициативного Бюджетирования Общественный Представитель Агентства Стратегических Инициатив Кировской Области Михаил Шевелев Ну Михаил Прошли Такие Длинные Выходные Вроде Все Отдохнули Все Хорошо Но Такое Информационное Затишье Что Просто Неизвестно Что делать Я согласен Поэтому Обсуждать Будем Городские Проблемы Они Всегда актуальны Причем Уже Много Много Лет А они Все Актуальны И актуальны В частности Очередная Неожиданно Наступившая Зима Я сегодня Шла Пока До работы Сапоги Сырые Полностью Потому что На дороге Какая-то Просто Непонятная Снежная Жижа Вот на ваш Взгляд Как Хорошо В этот раз Почистили Улицы Город Большой Техника Наверное Есть Наверное Где-то Она Какая-то Ездит Наверное Заключены Договора И на самом деле Мне кажется Что Что-то Не так Во всей Системе Потому что У нас Система Работает По принципам Наверное 80-70-х Годов Прошлого Века Скажем Так Потому что Наверное Происходит Планирование Каким-то Образом Знаете Так В целом Сезона То есть Вот На сезон Должно Быть Вот Это Но Это Неправильно На мой Вгляд Потому что Должно Быть Не Конкретно На сезон Наверное Должно Быть Даже На конкретные Дни То есть Если у нас Киноптики Обещают Снегопад Там Условно Говорят Через Два Дня Все Понимают Что Это Будет Достаточно Сложное Условие Дорожное Условие И Тротуары И Дороги Они Должны Как-то Единомоментно Мобилизовать Все ресурсы Которые Существуют И Если Мы Берем Опять же 44 закон То есть Есть Подрядчик Бюджет Где Неохота Делать Лоты Скажем Так Разбивать Их На 20 30 40 Лотов Скажем Так А Есть Один Генеральный Подрядчик Не всегда Вроде Как Легче Работать Вроде Как С него Легче Спросить Вроде Ему Легче Выставить Санкции А на самом Деле Легче Размыть Ответственность Всегда Легче Сказать Что Подрядчик Нас Подвел Давайте Мы Поставим Не Пятерку А двойку За это Мы Накажем Его Заплатим Не Миллион Рублей А 980 Тысяч Ну И Как Бы В результате Вроде Все По Закону Человека Только В этой Системе Нет То есть Человека Вы Придется Видимо Ботинки На следующий год Новые Покупать Потому что Они Размокли Вот Должна быть Какая-то Другая Система И я Честно говоря В этом Не эксперт Я Не Могу Сказать Что Именно Нужно Делать Но Я точно Знаю Что В этот Момент Должна Происходить Мобилизация Всех Ресурсов Частных Предпринимательских Владельцев Магазинов Которые Находятся На красной Линии Товарищи Собственников Жилья Которые Собственно Говорят Тоже Находятся Возможно Не только На красной Линии То есть Все Должны Понимать Что Это Ответственность Не отдельно Взятого Даже Не администрации А человека В администрации Потому что Ну В самом Плохом Случае Мы Увольняем Человека И собственно Берем На его место Новую жертву И ничего Не меняют А должна Меняться В целом Система Система По уборке Снега Ведь Грязь Откуда На дорогах Она ведь Не просто Там Берется Из воздуха Скажем так Ее привозят Машины Машины Привозят Из тех мест Где Открытый грунт Машина Берет Грязь Берется Из тех мест Где Нет газонов Например Да То есть Где Происходят Ремонтные работы Которые Там Раскапываются Перекапываются Город там И так далее То есть Должны правила Бы Проведение Этих работ Того чтобы Если грязь Отсюда досталась То она Не должна Растекаться По всему Городу Потому что Если она Начнет Растекаться Никаких Ресурсов Сил Денег Не хватит На то Чтобы Это все Прибрать И если Вот такая Система Будет Появляться Если Опять же Будет Объясняться Что Ребята Мы сегодня Убирать Город Не будем Вы потерпите Объявляется Чрезвычайная Ситуация Не будет Убираться Потому-то 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 Через два Дня Все растает И стоимость Уборки Составляет 20 миллионов Рублей Но если Через два Дня Все растает Но как бы Вы понимаете В бюджете Денег нет Давайте Мы эти 20 миллионов Будут направлены Вот на это На это Я вас уверяю Многие поймут Ведь Когда Вот Читаешь сейчас Ленту Да И Уже сразу Есть два Мнения То есть Первое Власть Виновата Потому-то Не мобилизовалась Потому-то Не сделано И второе Мнение О том Что И не надо Делать Потому-то Во вторник Все растает Я Не уверен Конечно Что сегодня Все растает Тем более Посмотрел По прогнозу Послезавтра У нас условно Минус 11 И очередной Снегопад Да То есть Мы можем Подойти К такому Котку Что День Жестянщика Будет В общем-то Самым Лучшим Днем В году Для Определенных Предпринимателей Вот Но Вот Изменение Этой системы Опять же Выстраивание Ее объяснение Как и в системе Общественного транспорта Как и в системе Там Водоснабжения Гадоснабжения То есть Той инфраструктуры Которая в городе Существует Она ведь Начнет Условно Формировать В голове Горожанина Ощущение То что Завтра будет Лучше чем Вчера Ведь сейчас Такого ощущения Нет Даже если Выйдут И приберутся Ну вот Мобилизуют все И делают И никому не скажут Почему И все равно Проберут Не весь город То есть Его Вести Невозможно Прибрать Тем более Еще когда снег Идет Люди не понимают Что когда снег Идет Прибирать Где-то Бессмысленно Мы не Москва Вот это Самое важное Понять Потому что В Москве При бюджетах Москвы Самая большая И главная Проблема Этот бюджет Освоить Понимаете По сегодняшнему Действующему Бюджетному Законодательству В случае Если бюджет Не осваивается Бюджет Ну как В лучшие Добрые Социалистические Времена Бюджет Будет Урезаться То есть Соответственно Как сказать-то Усилия Лобби Потому что Бюджет Москвы Увеличивался По отношению К бюджету Российской Федерации И так далее Введут к тому Что ребята Хорошо Мы вам Выделяем денег Но если вы Их не осваиваете То почему Мы должны В следующий год Выделять И поэтому С одной стороны Необходимо Увеличивать Чтобы город Жил лучше Город Жил веселее С другой стороны Это лобби В Москве Конечно же Присутствует С третьей стороны Появление этих денег И ведет к тому Что деньгами Заливаться Все А здесь люди Не могут понять Почему в Москве Можно А у нас нельзя Почему в Москве Можно чистенько Сделать А мы в грязи Должны Опять же Потому что К сожалению На мой взгляд Политически Вся система Выстроена На управление Деньгами На управление Скажем так Лояльностью Территорий Лояльностью Регионов Лояльностью Муниципалитетов Именно через деньги Ведь что Такой рядовой Глава Муниципалитета На сегодняшний день Если бы он был Самодостаточен Если бы он был Избираем То соответственно У него был бы Смысл И стимул Работать во благо Своих жителей Когда его Выбирает Не народ Когда он Зависит от Условно говоря Губернатора От того Как поведет себя Министерство регионального Финансов Он собственно говоря Очень четко понимает Что с одной стороны Он может делать Благо для жителей Да Но если это Не согласовано Сверху То соответственно В следующий раз Ему дадут Меньше денег Он сделает Меньше И от жителей Прилетит Больше чем сегодня Понимаете То есть он Он находится Между двух Между Молотом И наковальней Потому что Мы должны Определиться Я честно говоря Видел Некоторые Предпосылки К этому Чтобы Больше полномочий И денег Передавалось На Низовой уровень На уровень Местного самоуправления И Чтобы передавалось Условия Скажем так Для выбора И смены Местных руководителей С тем Чтобы Происходила Вот такая Здоровая Битва За Внимание Горожан За Их Лояльность За Их Скажем так Поддержку Важную мысль Вы сейчас Еще сказали О простом Человеке О нас С вами Шлепающих По лужам В своих Ботинках Еще одна История С мусорным Тарифом В которой Как бы Так Получилось Что Мы все Оказались В стороне Все кто Платит Должен Платить За мусор А вот Где-то Там Идут Некие Разборки И нам Говорят То тариф Снижен То теперь Он снова Повысится Потому что Куприт Выиграл В суде При этом Мы еще Должны Будем Доплатить То что Нам было Неначислено И недоплачено Вот Что вообще Такое Происходит Не пора ли Власти Уже Подключиться Эрестетом Интересы И На мой взгляд Конечно же А ведь Мусорная реформа Она не появилась В один день Если 20 лет Ну или там 30 наверное Даже уже Ничего в этой сфере Не делалось Да То есть Не планировались Полигоны Не существовала Система Какой-то Ну скажем так Долгосрочной Формирования Долгосрочной Экологической Безопасности В этой системе И решили Как-то В один год Так Сразу Все привести В порядок А как То есть Делаем мы Регионального Оператора Дадим ему Денег Через Увеличение Тарифа Наделим его Полномочиями И заобяжем Ему Делать Все И Вот Как я не понимаю У людей Вообще У них Ощущение То что Решение Вот утра Человек проснулся И он как бы Уже все знает Что как делать Так ведь Не бывает То есть Это очень сложная система Очень много проблем Накоплено Проблемы накоплены В В каждом из районов Кировской области В отдельных Сельских поселениях Проблемы накоплены Потому что проблема Незаконных свалок Это самая большая проблема На сегодняшний день На территории Кировской области Я считаю Она Культурная Она Экологическая Она Экономическая То есть И Просто взять Сделать тариф И сказать Вот Куприт Почему Куприт Кстати Потому что Никто другой Это ведь Не мог У нас У нас как бы Нету Слишком много Каких-то Организаций Которые могут стать Оригинальным оператором Плюсом Менеджмент Куприта Вот вы Взялись Вы возьмите Все измените Там условно говоря За полтора За два года Так ведь Не бывает Это невозможно То есть Вы нормальным Видите такую ситуацию Когда вот сейчас По ходу Решаются Считаю Что ситуация Ненормальна На самом верху Я считаю Что она Ненормальна В Москве То есть Создавать систему Для Москвы И тиражировать Ее на всю Российскую Федерацию Это безумие То есть У нас Можно было Это решить По другому Постепенно Малой кровью Где-то Сделав Где-то Взяв на вооружение Те системы Которые уже существовали А ведь у нас В Кировской области Во многих Например В Малмышском районе Уже до этого Существовала Отличная система При которой Перевозчик мусора По сути Продавал мешки Мешки там 50 килограммовые Ну 50 литровые Извиняюсь 25 литровые У них был Определенный ценник Люди уже привыкли Покупать эти мешки Складывать в них мусор Машина приезжала В определенный день Он их забирал Отвозил на Действующий полигон И все были довольны Потому что В селах было Красиво Прибрано Не было незаконных свалок Все знали Что есть определенный Вот тариф Причем он Обокснован Адекватен Ну и собственно говоря Он справедлив А сегодня Учитывая то Что мы взяли Так как бы Чехом все это поставили Обрубили Ну как говорится Лес рубят Щепки летят Соответственно Кому-то Естественно Это крайне Жутко несправедливо И мы получили Систему При которой Ну все против Потому что Что бы ты ни сделал Все равно будут Недовольные И соответственно А этих недовольных Будет много Потому что Любая группа У нас достаточно Многочисленная А так как Тариф растет А доходы Не растут На население То соответственно И возникает Тумасшедшая проблема И то что делает Куприд Он делает То что должно делать Нормальная Экономически здоровая Как сказать Коммерческая организация Это же ОАО Какая цель ОАО Получение прибыли Получение выгоды Долгосрочной Соответственно Они в этом и живут У нас сейчас перерыв На две минуты Уходим на рекламу И вернемся в студию Особое мнение На 101FM Это действительно Программа Особое мнение И сегодня Его высказывает Руководитель Альянса Консультантов Инициативного Бюджетирования Общественный Представитель Агентства Стратегических Инициатив В Кировской Области Михаил Шевелев Михаил Ну может быть Уже немного Ушло событие Но ваше мнение Тоже интересно Было бы услышать Я сейчас По поводу Владимира Быкова И его ухода Из ОЗС Как сказали Ушел он На другую работу Теперь уже Другие версии Появляются О том Что он вообще Уезжает В другую страну Возможно На лечение И так далее Но версии Это все Неофициальные Вот Вы вообще Верите В то Что он На другую работу Уходит Или другая Причина Вам видится Да какая разница То есть На самом деле Обсуждает Уходит ли он На другую работу Уезжает ли он Просто ли Уходит из города Обсуждает То что Была эпоха Быкова И так далее В принципе Мы имеем То что мы Заслужили То есть И на самом деле Я уверен Что с уходом Владимира Васильевича Ничего не изменится То есть И по большому счету Как бы Конечно Самым ярким пятном Я считаю Конечно Это продажу Парка Победы Земли Парка Победы И Сказать о том Что вот ушел человек И быкова Больше не повторится Мы с вами Не можем А вы имеете ввиду Не повторится чего И не изменится что Не повторится Применение Различных схем То есть Схем Когда все В рамках закона Но все Все Понимают То есть Когда Система Неких Кулуарных Договоренностей И принятие Коллективных Решений Размывающих Опять же Ответственность Приводит к тому Что Ну Скажем так Появится Новый клочок Земли Который будет Кому-то Передан Будет опять же Переведено Там Из земель Там одного Видов Другой Вид назначения Я знаю Что сейчас Переводят Какие-то Земли По просьбе Министерства Имущества Кировского Области Там Присваивают Другую Категорию Земель Там И А понимаете На мой взгляд Здесь Важно То Что У нас Отсутствует Конкуренция За эти решения То есть У нас Вот Отсутствует Конкуренция С точки зрения Людей Конкуренция С точки зрения Какой-то Оппозиции Конкуренция С точки зрения Того Что Вот Если Ты Сегодня Сказал И тебя Завтра Не поправили То Другой Человек На твоем месте Не придет Просто Как бы Получается Вот эта вот Система Политики Она стала Бесконкурентной То есть Она стала Настолько Замороженной Заторможенной Такой Пресной Что По сути Как бы Это опасно Прежде всего Для Тех Прежде всего Для власти Потому что Когда-то Этот клапан Все равно Сорвет Потому что У людей Которых Не появляется Возможность Извинить Свою жизнь К лучшему Нету Каких-то Социальных Карьерных Лифтов Для того Чтобы состояться Для того Чтобы Выразить Свое мнение Как-то Скажем Поучаствовать В жизни Общества Пойти во власть Они Займутся Альтернативной Каким-то Кажем так Альтернативной Деятельностью Которая будет Конечно же Во вред власти Но при этом Вот высказывается Мнение Что несмотря на уход Быкова И в АЗС В общем-то Ничего не изменится А как изменится Почему должно Измениться У нас там есть Я бы даже сказал Не фракции А есть владельцы Этих фракций То есть И эти владельцы Этих фракций Очень четко Скажем так Регулируют Свою жизнь То есть Регулируют Ну какие-то моменты Я тут недавно Разговаривал С чиновниками С нашими Из правительства Кировской области Обнаружил Интересную вещь То есть У нас Например Есть поддержка Сельхозпроизводителей Да То есть У нас там Есть получатели Субсидии Их порядка Там 20 При том Что есть Крестьянские фермерки Хозяйства Множество Малого Среднего бизнеса В этом направлении Которые эту субсидию Не получают Ну по причине Потому что Они не знают Не умеют Не могут По причине Того Что у них Нет поддержки Просто заявиться На эту субсидию И я должен сказать Что я узнал Что вот эти два Кажем так Виды поддержки Их тоже поддерживают С точки зрения Сельского хозяйства Вот эти два вида поддержки С одной стороны Мы даем субсидию И мы поддерживаем Сельхоз Малых и средних Товаропроизвителей Они не пересекаются То есть Те кто получают Субсидию Малого и среднего бизнеса По своим каналам Они не имеют Права Например На такую Не то что право А у них нет инструментов Чтобы их поддержали Получить субсидию Ну условно говоря Я фермер Я знаю что есть субсидии Но как к ней подойти Я не знаю Потому что я не знаю Какие документы Или там Для меня эти условия И никто не помогает В общем то не созданы Нет у меня этой инфраструктуры Чтобы меня научило Пользоваться этой поддержкой Если бы эта инфраструктура Была создана Я вас уверяю То есть Вот такие нужно Создавать меры Когда давать не рыбку А удочку То есть Мы вас научим Получать эту субсидию А когда у нас Эта субсидия Распределяется Из года в год Там постоянно Одним и тем же Ну собственно Опять же Принцип Бюджет должен быть освоен И у нас К сожалению Эффективность работы Правительства Рассматривают По Как сказать По проценту Освоения бюджета Будут там Какие-то потом Возможно Уголовные дела Возможно Еще какие-то Но это не важно На этом этапе важно Что там Процент освоения Он большой Соответственно Вроде как Власть работает Нужно переводить В режим Когда Дается удочка И Какие-то показатели Они более Ну какие-то Такие здоровые А не только денежные Не только бухгалтерские Ну а кого Вы видите Вот Скоро уже решение Будет приниматься Кого На ваш взгляд Кто На должности спикера Может оказаться Я думаю Что Я как сказал На мой взгляд Это должен быть Немолодой И безамбициозный Человек То есть Который Собственно говоря Которым можно Управлять То есть Вот Мое мнение Мой подход Потому что Опять же Тут Не с самого начала Работа Нужно доработать Там уже Сложились определенные Скажем так Сферы влияния Я не думаю Что они будут Пересмотрены В связи с ходом Владимира Васильевича Вот У нас К сожалению Такая кулуарная политика Поэтому Кулуарно Все договорятся Нам Нам От этого Не будет Не холодно Не горячо Потому что Нам сейчас На мой взгляд Самое важное Чтобы Те средства Которые выделяются На инфраструктуру Которые влияют Непосредственно На жизнь Каража На жизнь Кажем так Жителей области Чтобы они Вот эти механизмы Стали работать Просто прозрачнее Просто понятнее И в этом плане Я согласен С вице-спикером Который говорит о том Что Власть должна Объяснять Свои поступки То есть Это первый Большой ход Я как аудитор Знаю Что сама Система Прозрачности Открытости Уже влияет На Серьезный Спектр вопросов Уже Меньше Будет Поле Для Внутренних Кулуарных Договоренностей Меньше Будет Возможность Для того Чтобы Что-то Порешать Скажем так В непубличном Поле То есть Больше Будет риск Того Что информация Будет Вытекать В публичное Пространство И формировать Тот Негатив Может быть Который Поставит Крест Членополитическое В дальнейшем Будущем У нас Буквально Две минутки Остается Но интересно Еще ваше мнение По поводу Истории В КПРФ То есть Быков вроде Уже ушел А вот В КПРФ В связи С этим Какие-то Непонятные Вещи Начали Происходить Когда Исключили Двух Депутатов С фразой О том Что они Поддерживали Быкова Речь о Леониде Сандалове И Анатолии Чурине И они Как пишут репортеры Собираются Подавать в суд Считая Что исключены Они были незаконны Вот Что вообще Происходит И на имидже Партии На имидже Оппозиции Такие вещи Как сказываются Ведь изначально Наверное Лидеру коммунистов Хотелось Чтобы Сказывались Они положительно Ну понимаете У нас как бы Лидер Воспринимается По должности Должна Формироваться Новая система Когда Лидер формируется Ну скажем так По поступкам По политическим поступкам И вот Когда Лидеры будут Формироваться По политическим поступкам По поддержке Народных избранников То тогда Мне кажется Там многое изменится Я желаю КПРФ Чтобы вот эту Как скажем Эту Сложную ситуацию Они пережили И стали бы сильнее Потому что Нам на сегодняшний день Не хватает Реальных Сильных Оппозиционных структур У нас есть Единая Россия Которая Обладает Массовым Масштабным Ресурсом В виде Доступа К Главам Муниципальных Образований И К сожалению Они на сегодняшний день На мой взгляд Не пользуются Этим ресурсом В полной мере Они Ну я не уверен Что они живут По усталу По своему Скажем так Да И появление Хорошей Оппозиционной силы Не только Идеологической А именно С точки зрения Формирования Культуры Политической Было бы Ну Кажем так Опять же Тем моментом Который формирует Более здоровую Систему Сдержки противовесов В нашем обществе То есть Вот я желаю Искренне Что Там КПРФ Что справедливая Россия Что ЛДПР Чтобы они Вышли из тени Чтобы они Перестали Кулуарно Договариваться И выторговывать Себе какие-то Элементы Скажем там Своего благосостояния Чтобы они Начали опираться На действительно Тех своих Избирателей Которые год из года За них Золосуют И Благодаря этим Скажем так Поступкам Политическим действиям Политической воли Начинали бы Формировать Ну Какую-то другую Более здоровую Культуру Ну вот На этой ноте Мы и закончим Сегодняшнюю нашу Программу Спасибо вам Михаил Доброго дня И доброго дня Всем слушателям Особое мнение На 101FM